Здравствуйте, жители Абкольского района. Я руководитель отдела Абкольского района управления санитарного пенсионного контроля Шатайя Казбековыкинович. Хочу вас ознакомить с двумя особо опасными инфекциями. Это бруцеллез и туляремия. Бруцеллез распространен во всем мире и подлежит регистрации в большинстве стран. Болезни вызывают подобные симптомы, включая лихорадку, слабость, недомогание и потерю веса. Передача инфекции от человека происходит редко. Бруцеллез является бактериальной болезнью, вызываемой разными видами бруцелл, которые инфицируют в основном крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы и собаки. Бруцеллез является бактериальной болезнью, вызываемой разными видами бруцелл. Является одним из наиболее распространенных занозов. Передание животным в эндомических районах бруцеллез человека имеет серьезные последствия для общественного здравоохранения. Расширение животноводства в урбанизации, а также отсутствие санитарно-гигиенических норм в животноводстве и обработке пищевых продуктов отчасти объясняет тот факт, что бруцеллез продолжает представлять угрозу для здоровья населения. Эта болезнь рассматривается также в качестве профессионального риска для лиц, занятых в секторе животноводства. Люди, работающие с животными и контактирующие с их кровью, плацентой, плодами и выделениями, подвигаются повышенному риску инфицированности. Такой путь передачи инфекцию в первую очередь затрагивает фермеров, мясников, охотников, ветеринарных и лабораторных работников. Во всем мире бруцелл-милициз является наиболее распространенным видом бруцелл, вызывающий бруцеллез человека. Отчасти из-за трудностей иммунизации свободного пасущих коз и овец. Передача инфекции от человека происходит редко. Профилактика бруцеллеза. На эпиднозоле предупреждение фактора риска наиболее эффективной стратегией является иллюминация инфекции у животных. В районах с высоким уровнем распространения энзотии рекомендуется проводить вакцинацию крупного рогатого скота, коса и овец. В районах с низким уровнем распространения инфекции могут быть эффективны проведения серологических и других тестов и выборков скота. Пастеризация молока. Для непосредственного потребления и изготовления продуктов, таких как сыр, является важным шагом для предотвращения передачи инфекций от животных к человеку. Могут быть эффективны просветительные кампании, направленные на предупреждение и изготовление продукции из непастеризованного молока, ровно как политика в отношении сбыта такой продукции. В сфере сельскохозяйственной деятельности и переработки мяса важной стратегией профилактики является обеспечение защитных барьеров, а также правильное обращение с тушами и внутренними органами животных. Целью своего инфицирования и заболевших грацеллезом людей, согласно статье 86 Кодекса Республики Казахстан, обязательным медицинопрофилактическим осмотром при поступлении на работу и дальние животные подлежат животноводы и члены их семьи, временно привлекаемые работы заняты обслуживанием скота, строителей, механизаторы, также постоянные временные работники при спереди по переработке сырья животного в происходящем деде. Медицинский ветеринарный персонал работает живыми культурами бруцелл, зараженный материалом, вакцинными препаратами. Лица с первичным латентом бруцеллезом и положительно реагирующими на бруцеллез по сравнению с реакцией. Согласно статье 8.8 Кодекса РК, динамическое наблюдение за перечисленными контингентами проводят не только в официальной объявлении неблагополучных по бруцеллезу субъектов, но и благополучные. Все лица, имеющие контакт в больных животных и личном хозяйстве, включая детей, подлежат немедленно обследованию, клинический осмотр, исследований, коррадий, серологическим бактериогенетическим методом, согласно действующих нормативно-правых актов. Тулеремия – это острая занозная природно-очаговая болезнь, относится к распространению инфекционной болезни и встречается в виде отдельных спорадических случаев, так и эпидемических вспышек. Природные очаги тулеремии разного типа зарегистрены почти на всей территории Казахстана, кроме Мангосталской и Туркстанской областях. В Кольском районе имеется 4 неблагополучных пункта. Возбудитель – мелкая неподвижная грамма отрицательная палочка, устойчивая в окружающей среде. Палочка длительно сохраняется в воде, молоке, высокочувствительное солнце, светлое – это у и ультрафиолетовый мучан. В высокой температуре действует дезинфицирующий средств. Возбудитель тулеремии является одним из наиболее высокопатогенных микроорганизмов. Он проявляет значительно выжимание в воде в среде, особенно в низкой температуре, и сохраняет жизнеспособность от нескольких суток до 10 месяцев. Для человека основные источники – это водяные крысы, андатры, зайцы, мыши. В организм возбудитель проникает через микротравмы кожи, слизистую оболочку, ротоглотки, дыхательных путей. Механизмы передачи. Трансмиссивный – заражение человека состоит в результате укуса инвестицированных кровосошедшими комарами, слепнями, клещами и мухами-жигалками. Контактный – через повреждённую и неповреждённую кожу и слизистой покровой при соприкосновении с больными или павшими грызунами и зайцами. Алиментарный – при употреблении продуктов питания, сельхозпродуктов и воды. Аэрозольный – при вдыхании пыли во время переработки зерна, соломы, контоминированной возбудительной тулермией от больных грызунов. Болеют премьерсельские жители и горожане, живущие на окраине городов или выезжающие на рыбалку, охоту, купание. Болезнь протекает остро-созном и повышение температуры до 38-40 градусов. Характерно сильная боль, слабость. Лицо больного гиперемида, дутловатый язык обложен. Больной человек не может быть источником инфекции для окружающих. От человека человека это заболение не передаётся. Профилактика направлена на борьбу с грузунами, уничтожение их в складах, амбарах, жилищах, на защиту от проникновения в жилые складские помещения, борьбу с селенистоногами, переносчиками возбудителя. Плановые профилактики прививки проводятся организациями здравоохранения всему населению, природных очагах поиноболотного природного ручьевого типа, за исключением детей до 7 лет и лиц старше 50 и 5 лет, имеющие противопоказания в соответствии с прилагаемым конструкциям инструкции. Лицам, проживающим в природном очаге тулеремии, зоны отдельных районов, локально чётко ограниченных очагах тулеремии. Лицам, входящим в группы риска, охотникам, рыболовам, члены их семей. Ревакцинация населения против тулеремии проводится через каждые 5 лет. Спасибо за внимание.